так всем привет друзья с вами ваш уроков это мой видеоблог всем привет друзья в этом выпуске мы будем с вами говорить о книжке Думай богатей я буду ее читать онлайн наполеон хилл Думай богатей читается бестселлером вот я хочу начать связи с карантином читать ее итак погнали Думай богатей его бестселлер наполеон хилл ох как приятно пахнет книга когда она новая в каждой главе этой книги я упоминаю о секрете добывания денег пользуясь которыми сотни богачей мира биографии многих я тщательно проанализировал приобрели, приумножили и продолжают приумножать свое состояние более полувека назад когда я был совсем еще мальчишкой мое внимание на существование этого секрета обратил никто иной как сам Эндрю Карнеги этот пожилой шотландец который надо заметить был большим хитрецом как бы ненароком натолкнул меня на эту мысль а затем откликнулся в кресле откинулся в кресле наблюдая за мной озорными глазами ему хотелось знать хватит ли у меня в соображениях в полной мере осознать все значение сказанное упередившись что я уловил идею он спросил а вы решитесь раскрыть этот секрет миру тем мужчинам и женщинам которые могут а вот так и прожить всю свою жизнь неудачниками не зная его ведь вам придется затратить на подготовку к этому лет 20 а то и более я ответил утвердительно и не без помощи конечно мистера Э. Карнеги выполнил свое обещание именно этому секрету проверенному многими на практике почти во всех сферах жизни это священа книга мистер Карнеги считал что магический рецепт принявший ему огромное богатство должен попасть в руки людям которым не досуг исследовать как делаются деньги он надеялся что я сумею проверить этот рецепт и продемонстрировать его действительность исходя из жизненного опыта представителей каждой в каждой профессии мистер Карнеги полагал также что этому рецепту рецепту должны учить во всех школах и колледжах он высказывал мнение что если бы его изучали должным образом то вся система обучения перетерпела революционные преобразования и время отведенное на получение знаний можно было бы сократить по меньшей мере вдвое безумительная сила секрета доказывается фактами в главе вера вы познакомитесь с поразительной историей основания гигантской корпорации United States Steel вы знаете как она была задумана и создана молодым человеком на этом примере мистер Карнеги и доказал мне что его рецепт годится всем кто готов им воспользоваться Чарльзу Эмма Швабу применение секрета принесло огромное денежное состояние приумноженное к тому же возможностями открывшимися в перспективе по грубым подсчетам в этом конкретном случае рецепт помог заработать 60 миллионов долларов тысячи мужчин и женщин уже открыли для себя этот секрет и воспользовались им в своих личных интересах как и планировал Эмма Карнеги одни из них заработали много денег и стали богачами другие с успехом применили его чтобы установить мир и лад в семье один священник распорядился им настолько эффективно что добился ежегодной прибыли в 75 тысяч долларов Артур Нэш, партнер из Ценати пробовал его на своем почти обанкротившем бизнесе который в результате не только возродился но и принес его владельцам огромные прибыли это предприятие и сейчас процветает хотя самого Нэша уже нет в живых успех эксперимента был настолько очевидным что только одни его хвалебные описания принесли журналистам миллионы долларов прибыли секрет открылся и Стюарту Остину Вееву житель Далласа, штат Техас он был готов к тому он был готов к этому готов настолько, что бросил свою профессию изучил юриспруденцию добился ли он успеха? об этом вы также узнаете из книги работая рекламным агентом в Лассальском университете заочного образования который в то время был университетом разве что по названию я воспользовался великолепной возможностью наблюдать за тем как Джо Г. Чаплин ректор университета виртуозно пользуясь волшебным рецептом превратил Лассаль в одно из самых больших учебных заведений заочного образования в стране данные факты и их достоверность известна почти всем, кто знал Э. Карнеги дают ясное представление о том чему может научить эта книга но вы должны знать, чего хотите секрет, которым я не устаю вас интегрировать секрет, которым я не устаю вас интегрировать упоминается в этой книге не менее сотни раз в тексте, однако, ему не дается четкого определения мне кажется, он сработает более успешно если я приоткрою его таким образом что все, кто готов и стремится его найти смогли отыскать решение в результате собственных размышлений и поисков именно поэтому господин Карнеги так спокойно поделился с ним со мной в общем, не вдаваясь в какие-либо детали имеющие уши, да, услышат вы распознаете секрет по меньшей мере один раз в каждой из глав книги если готовы найти ему применение я не буду подсказывать, как определить готовы ли вы к познанию и применению секрета иначе это лишит вас тех многих преимуществ которые вы получите, если сделаете это открытие самостоятельно особенно чертой секрета является то, что тот, кто однажды открыл его для себя, попросту обречен на успех если вы сомневаетесь, знакомьтесь с именами тех, кто воспользовался секретом прочтите их мемуары и убедитесь в этом сами ничто, конечно, не дается даром секретом, о котором идет речь, нельзя обладать не заплатив определенную цену хотя эта цена неизмерима мала по сравнению с его настоящей ценностью а тем, кто не стремится к его познанию он и не дается потому что этот секрет невозможно не подарить не купить за деньги а причина проста в нем два составляющих одним из которых человек, готовый к познанию секрета, уже обладает секрет одинаково хорошо служит всем, кто готов им пользоваться образование при этом не имеет никакого значения задолго до моего рождения Томас А. Эдисон открыл из себя этот секрет и, как известно, стал всемирно известным изобретателем имея за спиной лишь три месяца школы Затем секретом обладел им помощник Эдисона господин Эдвин С. Барнс который настолько эффективно им воспользовался, что смог накопить огромное состояние и удалился от дел, будучи совсем еще молодым человеком подробности этой истории вы найдете в начале первой главы она должна убедить вас в том, что богатство вовсе не за пределами досягаемости что вы можете стать тем, кем захотите, что денег, славы, признания и счастья может добиться тот, кто готов к этому и решительно настроенно обладает всеми этими благами вы спрашиваете, как я узнал обо всем этом ответ найдете в книге возможно, это случится, когда вы будете читать первую главу а возможно, листая страницы самой последней главы вы поймаете себя на мысли, да вот же он, этот секрет в ходе проведения итогов 20-летнего исследования, предпринятого мной по Совету Корнеги я проанализировал жизненный опыт сотен хорошо известных людей многие из которых приобрели огромное состояние при помощи секрета Корнеги в середине в Генри Форд, Теродор Розверт, Вильям Ливли-Младше, Джон Дэйвис, Джон Банадмейкер, Эльберт Хабарт, Джеймс Хилл, Уилберт Райт, Джордж Паркер, Вильям Джейнинс Брайн, Е.M. Статтлерв, Дэрэд Дэвид, Старб Джордан, Генри Джорхерти, Оджин Армурфилд, Cyrus Куртис, Артур Брисбан, Джордж Истемен, Водро Вильсон, Чарльз Шваб, Вильям Ховертафт, Харрис Виньямс, Лютер Бирбанк, Доктор Дер Фрэнк Ганс, Салус, Эдвард Бок, Даниэл Вилвард, Фрэнк Мунцли, Кинг Жилет, Эльберт Гарри, Райф, Уикс, Кларен Доролс, Илья Данила Терайф, Доктор Александр Грайан Белл, Джон Рокфилл, Джон Паттерсон, Томас Эдисон, Жюри, Ус Розенвальд, Фрэнк Вайдерлид, Стюарт Остин Вейер, Уолвард, Доктор Фрэнк Райан, Полковник Роберт Доллард, Джордж М. Александр, Джордж Чаплин, Эдвард Филлен, Сената Джеймс Рэнлифт, Эдвин Барнс, Антур Фнэш. Здесь указано лишь несколько из тех известных всему миру американцев, принявших и применявших секрет Карнеги. В своей жизни не встретил ни одного человека, который, пользуясь секретом Карнеги, не достиг бы заметного результата в избранной сфере деятельности. Также я не припоминаю ни одного примера, когда человек поймёт до себя в чём-то или разбогател, не зная секрета. Вооружившись этими двумя наблюдениями, я пришёл к выводу, что секрет как часть знания необходима для самоутверждения. Более значим, нежели знания, приобретённые при помощи того, что называют образованием. И, кстати, что такое образование? На этот вопрос вы тоже найдёте детальный ответ. Решащий момент в вашей жизни. Не удивляйтесь, если секрет, на который я неустанно обращаю ваше внимание, вдруг спрыгнет со странички этой книги и предстанет перед вами во всей своей полноте. Это обязательно случится, если вы к этому готовы. Вы безошибочно распознаёте его, как только он появится у вас перед глазами. Случится ли это на первых страницах или на последних? Но вам, как только это произойдёт, следует остановиться и выпить бокал шампанского, поскольку это событие станет решающим в вашей жизни. Помните также, что поскольку вы читаете книгу, основанную на реальных фактах, её целью является передача универсальной истины, при помощи которой все, кто к этому готов, могут научиться не только тому, что делать, но и как это делать. Они также получат стимул необходимый для старта. А теперь, прежде чем вы приступите к чтению первой главы, разрешите мне оборонить намёк, который может стать для вас заветным ключиком, открывающим секрет Карнеги. Все достижения, все состояния начинались не более чем смысле о них. Если вы готовы познать секрет, вы уже владеете одной его частью и распознаёте вторую часть. Как только она станет доступной вашему разуму, Наполеон Хилл. Вступление. Чудеса. Думай и богатей. Клемент Стоун. Чудо крайне поразительное, выдающееся, необычное событие, предмет или достижение. Сегодня один из самых важных дней в вашей жизни. Почему? Вы взялись за чтение книги доктора Наполеона Хилла «Думай и богатей». Для меня один из дней 1937 года стал важнейшим в жизни. Я открыл первую страницу книги доктора Хилла «Думай и богатей». Надеюсь, что для миллионов других людей эта книга станет противодителем в их жизни, настоящим чудом. Что такое чудо? Чудо – это достижение личности или группы людей того, что считается невозможным. Вначале появляется мысль, затем побуждение и действие, приводящее к цели. Достижение нереальных целей, возможно, конечно, надо исключить. Те случаи, когда цели и методы их достижения нарушают всеобщие законы. Божие и человеческие. Я расскажу вам о мужчине, который родился без обеих ног, но понял и применил принципы достижения успеха, изложенные в книге «Думай и богатей». Ныне он уверенно идет к достижению своей нереальной цели. Центр исследований человеческих ресурсов присудил мистеру Генри Вискорде золотую медаль Наполеона Хилла за выдающиеся достижения в организации этого центра, а также за помощь инвалидам. Когда Генри Вискорде было предоставлено слово, он, прихрамывая, но с гордо поднятой головой, подошел к подиуму и сказал «Я сердечно благодарю за медаль, названную именем такого великого человека, как Наполеон Хилл. По многим причинам я искренне горжусь этой наградой. Я появился на свет без обеих ног. Семь лет своей жизни я провел в больнице, где меня содержали на благотворительные средства. У меня не было протезов, которые я ношу сейчас, пока мне не исполнилось 27 лет. Все эти годы я отчаянно старался выжить, считая себя ужасно искалеченным ребенком, а затем юношей-уродом. На мой вопрос, почему я у них такой, моя мать рассказала, что в тот момент, когда подошло время появляться на свет очередному ребенку-инвалиду, Бог и его советники организовали совещание, чтобы решить, в какой семье родиться такому несчастному ребенку. И Бог сказал «Я думаю, семья Вискорде будет хорошо относиться к малышу, к коллеге». То же самое можно сказать и о нашем государстве. Америка – страна, которую я люблю. Здесь сформировались мои идеалы, которые дали мне возможность быть свободным, самому решать свою судьбу, судьбу равного среди равных, а не судьбу коллеги. В какой другой стране я получил бы такую же возможность быть независимым, жениться на женщине, которую я люблю, быть хозяином своей жизни и иметь свое дело. «Прошли годы, с тех пор, как один из врачей изменил мою судьбу, дав мне возможность в первый раз в жизни встать на протезы, которые я ношу и по сей день. Я не мог заплатить за них, и врач сказал мне тогда, «Я помог тебе, а теперь ты помоги другому беспомощному инвалиду, это и будет твоей платой». Я пообещал ему, а сейчас обещаю и вам, что до тех пор, пока в мире сыщется хоть один инвалид, который захочет бросить вызов жизни и не покориться ей, влачая гарантированное пособием существование, я буду всеми своими силами помогать таким людям». Запомните, надежда – это обязанность, а не роскошь. Надеяться – это не значит мечтать. Надеяться – это значит превращать мечты в реальность. Благословлены те, у кого есть мечты, и кто прилагает все усилия к тому, чтобы эти мечты осуществлялись. Что касается меня, я не хочу жить так, как живут другие. Это мое право быть не таким, как все. Я ищу в жизни возможность преуспеть, а не безопасное укрытие. Я хочу расчетливо рисковать, мечтать и строить, ошибаться и добиваться успеха, и никогда не променяя свою теперешнюю жизнь на пособие для инвалидов. Я не продам свою свободу и чувство собственного достоинства. Это мое унаследованное от предшествующих поколений право стоять прямо, гордо, не бояться думать и действовать самостоятельно, наслаждаться оплодами своего творчества и деятельности. Я имею право смело смотреть на мир и говорить «это сделал я». У меня есть для вас одно напутствие. Его я адресую инвалидам. Можно было бы ограничиться пожеланием успеха и счастья во все последующие годы вашей жизни, но это слишком просто. Поэтому я желаю, чтобы все последующие годы вашей жизни были наполнены смыслом. А значит, это и для меня, и для вас, и для миллионов инвалидов. Будьте американцами. Вот это и есть настоящее чудо. Чудо – великолепное наваждение. Много лет назад я проглотил великолепное наваждение всего за одну ночь. Утром я твердо решил, что одержим этой книгой. Моей целью всегда было есть и будет сделать мир, в котором живет сегодняшнее, и будут жить будущие поколения лучше. И к этому стремятся люди на всех континентах. В свою очередь моя дочь Донна Стоун Тэш прочитала книгу «Дума и богатей». Она изучила изложенные в этой книге принципы и решила реализовать нереальную мечту. В обществе бытует мнение, что плохое обращение с детьми – явление редкое, которое имеет место лишь среди бедняков. Но небольшая горсточка профессионалов, которые некоторые родители и Донна считали иначе. И они были правы. Донна также полагала, что и один ребенок, которого унизили и оскорбили – это уже слишком много. Что злоупотребление детской беспомощностью следует положить конец. За время работы над этой проблемой она пришла к определенному решению. Нужен национальный комитет по предотвращению плохого обращения с детьми. Донна вложила сотни часов личного времени и миллионы долларов в организацию Центра комитета в Чикаго с отделениями по всей стране. Она добилась поддержки со стороны Национального совета по рекламе и с помощью газет, журналов, телевидения, радио и стендов. Компания знакомила американцев с проблемой плохого обращения с детьми. Чудо. Главная цель жизни. Определенность цели развития страстного, желание достичь большой стоящей цели – это первый принцип, который вы найдете в книге «Дома и богатей». По мнению доктора Хилла, это стартовая площадка всех достижений. Чудо. Созидательное мышление. Компьютер функционирует подобно тому, как работают наш мозг и нервная система. Наш внутренний компьютер в тот момент, когда мы одни, может направлять наши мысли, контролировать наши эмоции и распоряжаться нашей судьбой. Для того, чтобы натренировать эту внушающую вагоговение способность, необходимо заплатить высокую цену, имя которой время. Таким образом, ежедневно уделяйте созидательному размышлению 30 минут, концентрируя внимание на своих целях. Во время этого важного процесса сосредотачивайте свои мысли на том, чего вы хотите. И отбрасывайте в сторону то, чего не хотите или не должны хотеть. Пусть это выйдет у вас в привычку вспоминать о своей главной цели. Ваш человеческий компьютер программируется повторением, повторением и еще раз повторением. Чудо. Наблюдение за своей жизнью. Важно, если регулярно не следить за малейшими изменениями в собственной жизни, в ней может не случиться то, чего вы ожидаете. Исходя из этого, следует ежедневно анализировать, насколько вы приблизились к желаемой цели, особенно к главной цели вашей жизни. Чудо. Книга «Думы и богатей». Причин вынудивших вас прочитать эту книгу множество. Это желание найти идею, которая поможет вам достичь успеха в бизнесе, или решить личные проблемы, или желание найти главную цель жизни, или восстановить контроль над своей судьбой. На страницах книги вы прочтете о том, как использовать неограниченную силу разума, как раскрыть свой потенциал и реализовать его. Она научит и вдохновит вас творить чудеса вашей собственной жизни. Философия Наполеона Хилла выдержала проверку времени. Миллионы мужчин, женщин и подростков показали это сами в себе. Это и есть волшебное чудо книги «Думы и богатей». Сегодня один из самых важных дней в вашей жизни. Не существует хороших идей, которых нельзя воплотить в жизнь. Положитесь на свой разум. Какие чудеса вы сотворите в своей жизни после того, как прочитаете «Думы и богатей». Да, какие угодно, запомните. Вы можете добиться всего. Это не идет вразрез со всемирными законами, божьими и человечествами. Спасибо. 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 Спасибо.